Сегодня суд присяжных приговорил жителей Актубе к 19 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней дочери. Одноразовые медицинские маски в полной доступности и по фиксированной цене. Меморандум по обеспечению стабильности цен на данный вид товара подписали сегодня участники трехстороннего договора в нашей области. Повсеместная нехватка школьных учителей привела к конфликту. На этот раз он разыгрался в стенах 12-й средней школы. Родители учеников 2-го класса крайне возмущены частой сменой классного руководителя. Здравствуйте! В эфире информационная программа «Факт» в студии Асель Растангалиева. Штормовые предупреждения объявлены в пяти областях Казахстана, сообщает пресс-служба КАЗ «Гидромет». В частности, 7 февраля в Актюбинской области на большей части осадки. Днем преимущественно дождь. Сохраняются туман, гололед. В Актубе 7 февраля временами осадки. Днем преимущественно дождь. Сохраняется гололед. Сказано в сообщении. Сегодня суд присяжных приговорил жителей Актубе к 19-ти годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней дочери. Подробности громкого преступления у наших корреспондентов. На рассмотрение этого громкого дела у участников процесса ушло несколько месяцев. Чтобы поймать преступника, полицейские потратили не один день. Ведь Ермек Ахметов после того, как совершил насилие над родной дочерью, сбежал из города и скрывался. Его фото и информация по розыску весь прошлый год разгуливали во всех социальных пабликах. Но в итоге дело расследовали, собрали доказательства и все же довели до суда. Заседания по этому делу были закрыты для прессы. Ведь оно касается половой неприкосновенности детей. Прошу всех стать, суд идет. В итоге Ахметов, которому 36 лет, был признан виновным в совершении преступления по статье 120, часть 4 и статье 124, часть 3 Уголовного кодекса. Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы в учреждении строгого режима и выплате 5 миллионов тенге морального ущерба. Я за то, чтобы его умертвили, как бы, смертной казе, или как она называется. Потому что я думаю, что таких, чем, чтобы они еще там жили где-то, да, выживали, надо сразу убивать, чтобы другим не повадно было. 19 лет для него чего. Наверное, молодые, наверное, скорее всего. Я не знаю, сколько лет ему было вообще. Около 40. Ну, 140 лет. 19 лет, 52 года выйдет, это не повторится. Она повторится, по-любому. Это может с каждым произойти. Я не знаю, почему они так. Или просто без разницы, что происходит где-то там и не обращает, по-моему, на это беспредел, полнейший беспредел. Если я родной отец на дочку, если о молодежи даже подумать, это вообще будет. Они посмотрят дальше, этому позволено. Да, ну вот сидит он 19 лет, и что выйдет, и он дальше будет жить. А как вот у девочки с психикой потом будет, это одному Богу известно. Потом отпустят, потом еще делают. Это вообще, не знаю как. То есть вы не верите, что за 19 лет, так скажем, от ситки он исправится? Не, не, не. Это вообще, вообще-то кого-то изнасиловать, это, не знаю, посадить. А родные, это вообще непрощаемые, это для родной дочи еще. Это мало. Надо побольше давать. Вообще-то сейчас нету другой намерения. Что такое вот-то? Я ничего не могу сказать больше. В смысле, а что нужно тогда, вот если не 19 лет, какую бы меру пресечения избирать? Вот всю жизнь, на всю жизнь надо давать. Все. Чтобы пожизненно сидел? Да, пожизненно можно сделать. Да ему расстрел надо сделать и все. Ежегодно в нашей стране жертвами педофилов становятся десятки детей. Одно из последних преступлений просто шокирует, когда в конце прошлого года была изнасилована 9-летняя девочка, возвращавшаяся со школы. Вот какой статистикой поделился Алмат Мухамеджанов, директор фонда «Немолчи КИЗ». Только в 2019 году в Казахстане 750 преступлений совершено в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних. По данным Комитета право-статистики прокуратуры, против несовершеннолетних, против половой неприкосновенности несовершеннолетних совершено 750 преступлений за 2019 год. Но эта статистика, она примерно постоянно так и держится. Каждый день два ребенка изнасилованы. Это и 2019, и 2018, ну плюс-минус 10% может меняться в ту сторону или в эту сторону. Раскрываемость таких преступлений, как правило, стопроцентная. Но после того, как педофил садится за решетку, его жертва ребенок остается один на один со своей бедой. Чтобы помочь пострадавшему ребенку и семье пережить подобную травму, необходима система реабилитационных мер. К сожалению, с законом такие меры поддержки не предусмотрены. К сожалению, у нас нет реагирования социальных служб. То есть это не должно быть какое-то разовое посещение, это не должно быть какая-то работа для галочки, что пришли, перед Акимом отчитались, вот у нас все нормально, девочка в порядке, все в покое. Например, с этой семьей было очень сложно. Данные разгласила полиция. Сразу же все узнали соседи, сразу же по дому поняли, по фотографии поняли, к кому это, какое отношение, к какой семье имеет отношение. Маме пришлось менять адрес, пришлось менять фамилию. Все, то есть это огромная работа была проведена в условиях тяжелейших, потому что когда идет следствие, когда идут суды, идет колоссальная нагрузка на всю семью. Точка в этом деле еще не поставлена. Адвокат подсудимого уже заявил, будет обжаловать приговор. На это по закону у защиты есть 15 дней. К слову, и сам Ахметов вину так и не признал. Лиза Цакива, Сергей Калашников, программа «Факт». Одноразовые медицинские маски в полной доступности и по фиксированной цене. Меморандум по обеспечению стабильности цен на данный вид товара подписали сегодня участники трехстороннего договора в нашей области. Тем временем, как сообщает Кастак, Казахстан запретил экспорт медицинских масок в Китай в связи с растущим внутренним спросом. Кроме запрета прорабатывается запах закуп масок за рубежом у иностранных производителей. В регионе подписан документ, регламентирующий цену на крайнеходовой и востребованный вид фармацевтической продукции. Одноразовые маски на фоне осложнения эпид-обстановки в Китае стали в эти дни едва ли не предметом номер один в рейтинге аптечного ассортимента. Поэтому областной акимат, санитарные врачи и провизоры заключили трехстороннее соглашение. 3 февраля этого года составлен меморандум трехсторонний между акиматом Актюбинской области и Ассоциацией поддержки фармацевтического общества и нашим департаментом о сдержании цены на одноразовые медицинские маски. Субъекты, не входящие в Ассоциацию поддержки и развития фармацевтической деятельности, также ответственны за исполнение данного договора. Меры приняты для предотвращения возможных спекуляций, ценового сговора и дефицита. Подписан документ меморандум. Цена медицинской маски в оптовых складах будет до 15 тенге, в розничной сети, в аптеках до 30 тенге за штуку. На сегодняшний день у нас 183 тысячи штук медицинских масок имеется на аптечных складах и 73 тысячи маски в розничной сети. Напомню, еще несколько дней назад актюбинцы бросились массово скупать маски. В некоторых городских аптеках они и вовсе отсутствовали дефицит, пришлось компенсировать в срочном порядке во избежание ажиотажа. Установлен также лимит на покупку, в одни руки будет отпускаться не более 15 штук. Сейчас эпидемиологи предупреждают, поводов для беспокойства нет. По состоянию на 5 февраля в регионе, как и по всей стране, нет ни одного факта заражения коронавирусом. Минздрав Республики Казахстан, сообщает Кастак, также подготовил СМС-рассылку о том, что нет необходимости носить маски, если нет симптомов ОРВИ. Ирина Гудь, Жаслан Джубаев, Программов. Повсеместная нехватка школьных учителей привела к конфликту. На этот раз он разыгрался в стенах 12-й средней школы. Родители учеников 2-го класса крайне возмущены частой сменой классного руководителя. Обе стороны выслушала наша съемочная группа. Мы так и будем постоянно менять и менять и менять учителей. Нехватка молодых учителей, отсутствие свободы выбора для детей и непонимания между родителями и педагогами. С такой проблемой столкнулись сегодня и коллектив 12-й школы, родители и, конечно же, дети. Конфликт разыгрался во 2-м Б-классе из-за частой смены классного руководителя. Он со слов взволнованных мам и пап сначала сменился, когда их дети учились в 1-м классе, а теперь и в середине 3-й четверти 2-го класса. Второй год меняют учителя. В 1-м классе учитель от нас отказался, просто взяла и ушла. Сославшись на то, что наши дети тяжелые, наши дети, как можно было сказать, с улицы. Да, наши дети пришли без подготовки, кто-то пришел даже без садика. Дети были маленькие. В 1-й класс они пришли. Жмаурина Тайвина их взяла. Хорошо. Но что такое, например, для ребенка первый учитель? То есть довести начальную школу с 1-го класса по 4-й. Вчера просто произошло то, что нас поставили перед фактом, что у нас новый учитель. У нас новый учитель и что Светлана Васильевна как бы уходит от нас. Мы, родители, недовольны. Сейчас именно со Светланой Васильевной дисциплина у него лучше стала намного. Успеваемость лучше. Вот в этой четверти он первый раз контрольную на 5 по математике написал. А вот и сама Светлана Васильевна, педагог со стажем, которую так нахваливают и родители, и дети. Сегодня учитель крайне расстроена. На глазах слезы, на устах оправдания. Ну просто я была на ваканте, я заменяла. Теперь пришел педагог на это место, и я должна заниматься только своей работой. У меня есть свой класс 4-й В. А сами вы хотели бы дальше? Ну там хорошие детки, но... Ну все-таки они же... На учителя давят, говорят, что на нас поведение. Даже здесь должно оказаться 4-й В. Нет, на меня никто не давит, я говорю честно, и говорю на камеру это честно. Просто у меня есть класс родной, за который мне оплачивают. У меня есть там часы, там тоже дети. Очень обеспокоенный директор школы Ахмарал Ястлюва. Руководитель со стажем утверждает, что школе крайне не хватает учителей начальных классов с русским языком обучения. Заявку в отдел образования и центр занятости она подавала, причем не раз. Но вот идти работать с детьми сегодня хочет, да и может не каждый педагог с дипломом. В итоге в середине третьей четверти долгожданный учитель для 2-го В-класса все-таки нашелся. Она переехала в город из Батамши и ее сразу трудоустроили. Дети же, дети, сейчас они через неделю, они могут привыкнуть к новой учительности, я думаю. Потому что я против закона не могу действовать. Это уже направление. Раз направление придет, я должна. Дальше, если я не принимаю, это считается уже коррупцией. Выходит, что соблюдая писанные законы, руководители школ не всегда в силах учесть другую важную составляющую. Наличие коммуникативных навыков. В данном случае они отсутствуют напрочь. Заметим, нынешняя система образования и учителя призваны учить школьников критически и креативно размышлять, видеть варианты решения поставленных задач, обосновывать их. А так, разрекламированные властями медиаторы призывают все конфликтующие стороны сразу приходить к пониманию и не выносить ссор из избы. Тем более, что в учебных заведениях стали открываться и кабинеты медиации. Учители и родители просят быть более дружелюбными, вовремя садиться за стол переговоров, а главное – любить детей. Вот запись одного из наших выпусков, прошедших в эфир в ноябре прошлого года. Я говорю всегда, вот даже сейчас преподавателям, когда мы выходим из дома, мы должны забыть, что было дома. Мы должны в класс входить с честью, достоинством, уважением, любовью, и тогда, я думаю, дети потянутся. Что касается конфликта сегодняшнего, во второй половине дня представители 12-й школы заявили, что он исчерпан. Учитель Светлана Удот вернулась к деткам и будет продолжать вести обучение во втором Б-классе. Ну а новый педагог решила уволиться по собственному желанию. Лиза Цакива, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Жители дома 63 по улице Казангапа обратились к нам в редакцию с просьбой о помощи. Вот уже на протяжении нескольких лет в их квартирах и подъезде протекает крыша. Только вот до аварийного состояния дома никому нет дела. Подробности в следующем сюжете. Этому пятиэтажному дому по улице Казангапа чуть больше 30 лет. Но, похоже, ремонт в нем не проводился со времен постройки. В общей сложности в доме проживает 50 семьей. На этаже по 10 квартир, каждая из которых пропитана стойким запахом сырости и нуждается хотя бы в косметическом ремонте. И если ситуация в квартирах еще терпимая, то вид подъезда напоминает кадры из фильма «Ужасов». Прогнивший деревянный пол, пошарпанные стены и протекающий потолок. Света, конечно же, нет. И в зале, в зале тоже протекает. Вот как раз на этой лектичном протекает. Вот, 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 бачок стоит. Пожалуйста, посмотрите. Целая ночь теплана. Проблемы с крышей, как вспоминают жители, начались еще в 2013-м. Множественные письма в Акимат, неоднократные походы по всевозможным инстанциям, коллективные собрания и другие разбирательства. За эти годы жильцы всячески пытались решить проблему. Оформили всевозможные документы и даже попали в программу модернизации ЖКХ на 2011-2020 годы. В 2018-м году, нам сказали, в 2019-м году будет модернизация. Но модернизация нас не коснулась. Теперь вот в январе 15-го, 16-го я была, мне сказали, с 20-го. Но подождите весну, уже все просотно потом. Кто-нибудь приходил, вообще видел, в каком состоянии дом? Мат, во главе с Апорбаевым. Были мы даже не на крышу лазили, везде. Были и двор, и все смотрели. Так что все были здесь, весь аппарат Акиматский. Но все без толку. Итог сегодня все тот же. Отклеенные обои, вода, плесень, сырость и разочарование. Мы просим, конечно, чтобы нам починили крышу. Во-первых, в первую очередь крыша. Потом подвал, конечно. Электропроводка, вот эта вся электропроводка у нас замыкает. Иногда вот свет гаснет из-за того, что проводка замыкает. Просим Акимат обратить на нас внимание. В городском отделе жилищной инспекции про состояние дома знают. Слезят за ситуацией и в помощи жителям не отказывают. Но советуют просто дождаться своей очереди. По дому Казангап-63 у нас стоит в очереди на термомодернизацию, на капитальный ремонт. Также по этому дому сделан дефектный акт. Согласно дефектному акту сделана проектно-смертная документация в 2019 году. В 2020 году, как республиканского бюджета деньги выделят, мы планируем привести по этому дому капитальный ремонт многоквартирного жилого дома. В общем, ответ стандартный. Обещали помочь. Только вот когда не ясно, и доживет ли сама крыша до того времени. А пока жильцы запасаются тазиками и с ужасом ждут наступления весны. Кристина Вейц, Алексей Уразов. Программа «Факт». Коронавирус не подтвердился у 105 из 110 госпитализированных в Казахстане, сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения Диаз Ахмед Шарип. Выписано 80. Остается в стационарах 30 человек, сообщил Ахмед Шарип сегодня в Казмедиа-центр. По его словам, состояние у находящихся в стационарах удовлетворительное. О других новостях в стране и мире смотрите в следующей подборке. Ранее сообщалось, что три человека погибли, 179 получили ранения при жесткой посадке самолета в аэропорту Стамбула. 1 миллион 300 тысяч тенге может превысить в Казахстане плату за первичную регистрацию автомобиля с номерами стран Евразийского экономического союза, говорится в ответе Министерства внутренних дел Казахстана на запрос КАСТАК. Кроме того, временная регистрация осуществляется без права отчуждения и передачи в пользование распоряжения другим лицам. Автомобили, зарегистрированные на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения, Кыргызской Республики, могут возиться и эксплуатироваться на территории Казахстана сроком до одного года. Как подчеркнул глава государства, временная регистрация машин будет проведена в разовом порядке и только тех автомобилей, которые были ввезены на территорию Казахстана до 1 февраля 2020 года, подчеркивается в ответе МВД РК. КАСТАК сообщает, факт нарушения прав в Казахстане подтверждает 87% потребителей, заявил вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торибаев. При этом у 29% потребителей их права были нарушены более 7 раз, сказал Торибаев на презентации закона проекта о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав потребителей. По его мнению, 48% опрошенных не верят в правосудие, не обращаются в суды за защитой своих прав как потребителей. Большинство граждан, 64% отметили нежелание отстаивать свои права. Как правило, это связано с безнаказанностью бизнеса, хлопотностью доказательств. КАСТАК сообщает, Совет директоров АО «Фонд национального благосостояния Самрук Казана» возглавил гражданин Великобритании. Сегодня общим голосованием членов Совета директоров АО «ФНБ» Самрук Казана его председателем избран Джон Дудас, говорится в сообщении фонда. Ранее Дудас работал независимым директором и председателем Совета директоров АО «Нак Каза Атомпром», а также являлся членом комитетов при Совете директоров АО «Нак Каза Атомпром». 111 дорогостоящих автомобилей, задержанных в Туркестанской области, передает КАСТАК. Произошло это на таможенном посту Атамикен. В ходе проведения таможенного контроля установлено, что данные автотранспортные средства ранее следовали из Грузии в Узбекистан транзитом через Казахстан. При этом через несколько дней после вывоза зафиксирован обратный ввоз данных автомобилей уже с государственными регистрационными номерами Республики Казахстан, сообщили в пресс-службе областного департамента государственных доходов по Туркестанской области. Как отметили в ведомстве, во время проверки установлено, что автомобили таможенную очистку на территории Казахстана не проходили. Соответственно, имеются факты уклонения от уплаты таможенных пошлин и налогов. По данному факту материалы, переданные в правоохранительные органы, резюмируются в сообщении. Кастак сообщает, в 2020-2022 годах на содержание канцелярии первого президента Казахстана Ельбасы из республиканского бюджета потратят почти 7 миллиардов тенге. Напомним, 19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о прекращении своих полномочий на посту главы государства. При этом он остался председателем Совета безопасности, председателем партии Нуратан, членом Конституционного совета, а также сохранил за собой статус лидера нации. Сейчас реклама, а во второй части мы расскажем. Макатаевские чтения прошли сегодня в актовом зале Дома культуры «Геолог». Это уже традиционное мероприятие. В нем приняли участие 80 учеников из всех городских школ. Сегодня в городском дворце школьников прошло награждение призеров предметной олимпиады, в которой участвовали ученики коррекционных школ-интернатов из нескольких областей страны. Шубы. Закрытие сезона. Финальные скидки. Союз Меха в Актобе. Мегавыставка-продажа. Торговый развлекательный центр «Актобе Мол». Шубы из норки, мутона, лисы, песца, каракуля. Финальные скидки до 50%. Широкая цветовая гамма. Более 5000 шуб. От эконом до премиум класса. Рассрочка до двух лет. Ждем вас по 23 февраля. Проспект Санкибай-Батыра, 14 дробь 1. Торгово-развлекательный центр «Актобе Мол». Торгово-развлекательный центр «Актобе Мол». Так вы еще нигде не отдыхали. Ресторан «Зимний сад» – настоящий райский сад, где исполняются желания. Отдых среди прозрачных ручьев, экзотических растений и водопадов с живой музыкой и отличной кухней. Мы приглашаем вас провести банкет, свадьбу, корпоратив, деловую встречу или праздничный вечер в единственном в Казахстане удивительном и уникальном зимном саду. Ресторан «Зимний сад» – вход со стороны ретропарка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сайтында жаңа номермен материалдардың мұрағаты, фотосуреттермен бейнелер, сауаннамалармен байқаулар және тағыда көптеген қызықты нәрселер бар. Оқыңыз, сүліктеме беріңіз, тақырып жіберіңіз. Эврика газеті енді Android және iOS мобилді қосмышасында. Макатаевские чтения прошли сегодня в актовом зале Дома культуры «Геолог». Это уже традиционное мероприятие. В нем приняли участие 80 учеников из всех городских школ. Цель, со слов организаторов, привить интерес и любовь молодежи произведениям отечественных поэтов и писателей. Дети сегодня читали стихи и поэмы известного казахстанского литератора Мукагали Макатаева, а также рассказывали о жизни и творчестве поэта. Сегодня в городском дворце школьников прошло награждение призеров предметной олимпиады, в которой участвовали ученики коррекционных школ-интернатов из нескольких областей страны. Всего было отмечено 113 участников. Из них многие получили призовые места. Данная олимпиада, проводившаяся для школьников с нарушением слуха, дала хорошую возможность для обмена знаниями и открытием новых горизонтов в изучении любимых предметов. Некоторые участники проявили себя в знании сразу нескольких предметов. Соответственно, они занимали и по несколько призовых мест. Всего их было 160. Данная олимпиада вчера проходила в школе-интернат с нарушением слуха. Сегодня она имеет продолжение здесь. На данной олимпиаде участвовали 113 участников. И по итогам данной олимпиады вышло более 70 участников победителями, обладателями дипломами 1, 2, 3 степени. Учащиеся из Казалардинской и Западно-Казахстанской областей получили приятные впечатления и вернулись домой с немалым количеством призовых мест. Я хочу сказать, что мы приехали из Казалардинской области. Школа с нарушением слуха. Дети оттуда. Приехали первый раз на олимпиаду в Ахтюбе. Нам очень понравилось. В общем, здесь организаторский состав очень хороший. Дети были очень удивлены, что первый раз они участвовали. Потому что здесь в Ахтюбе, оказывается, это четвертый раз проводится. Но это первый раз республиканская, оказывается. Но наши дети постарались все это сдать, тесты. Все участники олимпиады были награждены памятными медалями и сертификатами. Следующая олимпиада уже запланирована на конец января 2021 года. Тамирис Шумабаев, Сергей Калашников, программа «Факт». Предолимпийский турнир по хоккею в Нур-Султане открылся с разгромной победой. Сборная Польши разгромила Голландию в стартовом матче третьего отборочного турнира к Олимпиаде 2022, передает Вести Кейзет. Игра группы «Н» прошла сегодня на Барыс-арене в Нур-Султане и завершилась со счетом 8-0. В этой же группе играет и наша сборная. Для продолжения борьбы за путевку на Олимпийские игры 2022 Казахстану необходимо занять первое место в группе. Финальный этап отбора состоится с 27 по 30 августа в Словакии, Латвии и Норвегии. Всего на участие в играх претендуют рекордные 46 сборных. О других новостях спорта смотрите в следующем видеообзоре. Доказано, что сласти – это энергия счастья. Побалуйте себя и близких аппетитными лакомствами от кофейни «Эспрессо». Огромный выбор тортов, готовых и на заказ, с учетом всех пожеланий. Пироги песочные с джемом, а еще вкуснейшая пицца. Дарите радость в праздники и в будни. Кофейни «Эспрессо» в кинотеатре «Локомотив». Кофейни «Эспрессо» в кинотеатре «Эспрессо». Кофейни «Эспрессо» в кинотеатре «Эспрессо». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok